В августе 2022 года был объявлен литературно-туристический конкурс «Одинцово – это моя земля», приуроченный к 65-летию города. Участники – писатели, работники сфер культуры и образования, представители делового сообщества, школьники и просто жители, влюбленные в округ, присылали свои вариативные легенды о знаковых местах муниципалитета. Есть много интересных мест, историю которых многие просто не знают, потому что информации не было. Идея конкурса как раз и состояла в том, чтобы дать людям, живущим на этой земле, возможность высказаться и поделиться своей памятью, своими историческими какими-то изысканиями, знаниями. Было принято около 150 заявок, из которых экспертный совет членов жюри выбрал 25 победителей. Эти авторские работы вошли в сборник «Киберпутеводитель. Одинцово – это моя земля». Осенью книга вышла в онлайн-формате. А в преддверии новогодних праздников состоялась презентация печатного издания исторических легенд, на котором авторам вручили дипломы и памятные подарки. У жительницы Одинцова Ларисы Назаровой в сборник вошли даже две истории. У меня было четыре истории, в сборник вошло из них две. Это о кувшинках на Одинцовском пруду. В основе него реальная история. Мои бабушка и дедушка сюда приехали, когда на этом месте еще был карьер. И они мне любили об этом рассказывать. Основу я взяла оттуда. И второе, мое произведение, которое попало в сборник – это «Мурал в Трехгорке». Там я тоже погуглила информацию о художнике, о его 90-х годах. Легенды были представлены на конкурс в широкой жанровой палитре, но их объединяли художественный вымысел с привязкой к реально существующему знаковому месту округа, а также любовь и преданность родному краю. Не зря девиз проекта – такое могло произойти только здесь. С одной стороны это эссы, с другой стороны это легенды, с третьей стороны это просто сказки, придуманные нашими жителями. Есть просто исторические какие-то справки. Есть, наверное, какие-то посылы, которые зарегистрированы. Вот эта разнородность, она и придает эксклюзивность этому изданию. Проект осуществлен благодаря слаженной работе большой команды единомышленников при поддержке администрации муниципалитета и Одинцовской торгово-промышленной палаты. Главными целями конкурса стали повышение ценности проживания на территории округа и привлекательности для посещения туристами. Я уверен, что те легенды, которые собрались под обложкой сборника, они вызовут две реакции. Первый – у местных жителей. Боже мой, в каком прекрасном месте, оказывается, мы живем. И второе – у тех, кто живет в других регионах или в других районах, скажут – надо обязательно съездить. На достигнутом останавливаться не собираются. К выпуску готовится второй том «Путь водителя» и аудиокнига. А в ближайшие годы по мотивам легенд появятся фильмы, спектакли, музыкальные композиции, экскурсии и даже видеоигры. При этом инициатива оказалась весьма полезной для подрастающего поколения. Чтобы наши молодежь, наши ребята, наши школьники, детки как можно больше узнали об истории нашего края, тем самым заинтересовались, сходили на экскурсии, посетили наш Савин-Сторожевский монастырь, посмотрели нашу легендарную Барвиху. Вы знаете, наверное, не зная истории своего края, своего дома, своей земли, но это неправильно. В этом патриотизм, в этом гражданская позиция. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.